МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Первый день весны". Встречаем вместе с новостями региона. В студии Михаил Меньшанин. Здравствуйте. И коротко о главном. Мечты о собственной квартире становятся ближе. Как в регионе работает программа обеспечения жильем молодых семей? В регионе отменят QR-коды в общественных местах. Решение оперштаба вот-вот вступит в силу. Но ушла ли ковид-угроза? И узнаем, как Архангельск готовится к празднику пышной красоты. В эту субботу нас ждет финал конкурса Большие девочки-2022. Мечты о собственной квартире становятся ближе. По крайней мере, еще для нескольких участников государственной программы обеспечения жильем молодых семей. В нашем сюжете речь пойдет о ячейках общества из Новодвинска. Кто помог улучшить быт, узнал Алексей Карельский. Семья Черницыных – настоящая классика жанра. Муж, жена, сын да дочка. А еще всегда рядом верные друзья. Собаки и немногословные рыбки. В общем, идиллия. Для полного счастья новодвинцам долгое время не хватало одного – собственной жилплощади. Снимали квартиру до этого, да, однокомнатную. Нам места стало мало. Появилась у нас Ксюша. Потом узнали, что у нас появится и горка. И вот сели, подумали, решили, что справимся пока молодые. Нужно принимать какие-то серьезные важные решения. Вот взяли ипотеку оформили. Взяли двухкомнатную квартиру. Понимая, сколь серьезно бремя и ипотеки, супруги подали документы на участие в госпрограмме обеспечения жилье молодых семей. Она помогает улучшить жилищные условия тем, кто в этом нуждается. Елена направила заявку и по месту своей работы. Она трудится на Архангельском ЦБК. Дело в том, что комбинат по решению его акционеров и при непосредственной поддержке благотворительного фонда Владимира Крупчака уже несколько лет софинансирует эту программу. Дождались радостной вести и Черницыны. Их пригласили на вручение денежного сертификата. Пока мы не получим эту заветную бумажку, вот этот сертификат в руки, не верится, потому что это не маленькая сумма, которую он в любом случае будет гасить. И очень приятно, если честно. Без этого сертификата нам бы платить еще лет 15. При поддержке ЦБК свой квартирный вопрос уже решила сотни семей работников градообразующего предприятия. Теперь этот список пополнили еще три ячейки общества, в том числе и наши герои. Сертификат Черницыным вручил глава Новодвинска Сергей Андреев. Именно муниципальную часть софинансирования берет на себя комбинат. Это очень приятно для города, потому что, прежде всего, я повторюсь, это молодые семьи. Они остаются жить в городе Новодвинске, значит, их дети будут ходить в наши детские сады, в наши школы. Ну и в перспективе, конечно же, это может будут работать на Архамельском ЦБК, как их родители. 11-месячный малыш растет и в семье Шумейка. Сергей – токарь на ЦБК. Его супруга учится на педиатра. Своей квартиры у молодых людей нет, но теперь, похоже, проблема решится. Четырехкомнатная квартира, посмотрим, угловая, здесь, на Новодвинске, то есть не где-то, здесь будем ближе брать, вот и все. Без такой помощи реально было бы самому взять квартиру? Ну, это еще надо долго и долго трудиться. Суммы социальных выплат, прописанные в сертификатах, разнятся в зависимости от состава семьи и действующих условий проживания. В любом случае, за шесть лет, АЦБК направил на поддержку программы обеспечения жильем молодых семей порядка 20 миллионов рублей. Дальше больше. Мы сейчас как раз думаем над корпоративной программой обеспечения жильем, поскольку мы все прекрасно понимаем, ни один завод, ни одно предприятие, конечно же, не будет работать без людей. И люди нам нужны молодые, высококвалифицированные, поскольку техника новая, требует особенных знаний. И это вот наше, так скажем, конкурентное преимущество, наличие такой программы. Корпоративная программа, как и сегодняшние сертификаты, удовольствие, мягко говоря, дорогое. Но руководство АЦБК уже не раз доказывало, что люди для него в приоритете. Алексей Карельский, Денис Линчевский, Регион 29. Решение, которого ждали, в Архангельской области отменяют QR-коды в общественных местах. Этот вопрос обсудили на заседании оперштаба и приняли еще несколько послаблений. Насколько этому поспособствовала ситуация с коронавирусом и какие запреты все еще остаются, проанализировал Артемий Заварзин. Начало весны в регионе более чем позитивное. Уровень коллективного иммунитета, наконец, превысил 90%. А показатель заболеваемости снизился резко и сразу вдвое. Потому еще в понедельник утром на планерке губернатор предложил оперштабу смягчить коронавирусные ограничения. Смотрю статистику по заболевшим COVID-19. Возвращаясь к этой теме, я смотрю, что у нас идет уже на протяжении, наверное, недели существенное уменьшение количества заразившихся и госпитализированных. Вот вчера, я смотрю, всего 36 госпитализированных. Вы на очередном заседании штаба рассмотрите этот вопрос, примите решение, исходя из реальной ситуации. Мое мнение, что посмотреть послабление уже можно. И послабление оперштабам принято сразу несколько. Во-первых, QR-код о вакцинации в торговых центрах, кафе, культурных и спортобъектах больше не нужен. Ограничение, напомним, продержалось с начала октября, то есть почти пять месяцев. Кроме того, отменяются требования об обязательном переводе на дистант не менее 30% госслужащих и сотрудников муниципальных учреждений, а также тех, кто в возрасте 60 лет и старше. Во многом в пользу того, что послабление уместно, говорит и коэффициент распространения инфекции. Он теперь меньше, чем 0,5. А вот что делать с оставшимися ограничениями, отменить или смягчить, решится к следующему заседанию оперштаба. Вопросы связаны с работой детских игровых комнат, с работой учреждений культуры, количеством мест при заполняемости в залах, при проведении этих мероприятий по термометрии. Кроме того, отметили в оперштабе, нельзя снижать объемы тестирования ниже планки в 300 исследований на 100 тысяч населения ежедневно. Артемий Заварзин, Регион 29. Уже в эту субботу, 5 марта, пройдет финал конкурса «Модель плюс большие девочки-2022». Из 68 прошли кастинг «Только 13 дам». Напомним, что в прошлом году победительница конкурса Диана Капелина представила нашу область на всероссийском конкурсе и одержала победу. Алексей Макеев о том, как идет подготовка к празднику пышной красоты. Елена Валькова, как сейчас принято говорить, инстадива. На ее аккаунт в соцсети подписано 83 тысячи человек со всего мира. Причем мужчин больше, чем женщин. Когда я открыла свой аккаунт и начала писать, я сначала писала о похудении. Было немного подписчиков, но потом, когда я стала рассказывать о своей жизни, появилось очень много подписчиков. То есть похудение оказалось никому неинтересно. А Елена в свои 59 решила продолжить удивлять себя и подписчиков. Конкурс «Модель плюс большие девочки» – следующий шаг к успеху. Всего участниц 13. И в отличие от других смотров красоты, они все разные. Это отмечает и мисс Архангельс, девушка с обложки журнала «Вок» и официальный фотограф конкурса Мария Шихова. О, ты что, конечно, мне вообще каждый так нравится. Я каждую фотографирую, так я думаю, господи, откуда все такие красивые пришли. Мне очень нравятся, конечно, девочки. Среди участниц – директор школы, психолог, юрист и даже рекордсменка России по стоянию на гвоздях. Есть участницы из разных районов области. И все они хотят, вопреки стереотипам, принять себя такими, какие есть. Я в процессе, в процессе поиска в себя, настоящей себя. Хочется попробовать себя в разных гранях, раскрыть себя с разных сторон. И я думаю, этот конкурс – хорошая возможность именно себя раскрыть с новой стороны. После успеха победительницы прошлогоднего конкурса на всероссийском уровне и модельного контракта за рубежом не только северянки поверили в саму идею проведения подобного конкурса. К нам, что ли, доверие, такой лимит доверия. Мы завоевали у наших друзей, у наших партнеров. Нами заинтересовались другие регионы, и Москва в том числе. Мы были в Наринмаре недавно. Ну, конечно, есть такое движение, безусловно. Мы не собираемся уходить в стагнацию. Мы прекрасно понимаем, что развитие необходимо. А в рамках финального шоу пройдет не только конкурс, но и показ шляп от известного дизайнера Катарины Шапале из Санкт-Петербурга. А также встреча со стилистом-имиджмейкером, телеведущей одного из федеральных каналов Светланой Воронцовой. Выберут модель «Плюс-2022» уже в эту субботу, 5 марта, в культурном центре «Соломбала-арт». Алексей Макеев, Ольга Красулина, регион 29. В чемпионате России по хоккею с мячом завершился регулярный сезон. Заключительный матч предварительного этапа наш «Водник» проводил на своем льду против Хабаровского «Сканевтянник» и добился уверенной победы. О том, как это было в нашем обзоре. На игру со «Сканевтянником» «Водник» выходил уже без турнирной мотивации. К стартовому свистку на труде «Динамо» в Ульяновске громила «Волгу» и становилась недосягаемым на первой строчке. Кабаровчане, напротив, в случае победы поднимались на третье место. Быть может, оттого гости грамотнее провели начало матча, организованно пережидали в обороне напор «Водника» и забили в контратаке. А дальше череда удалений и Дергаев вот уже оформляет хит-трик, при этом два мяча с пенальти. В таких играх, да, с таких соперником растет мастерство как команды в целом, так и индивидуальных игроков. Мы же понимали, что главная наша скорость, Козырь, это наша скорость, потому что все-таки команда очень возрастная, поэтому их физически не хватает. Армейцы «Водник» старались не отпускать. Томас Мятте заработал на себе нарушение, а затем замкнул подачу Аникина. Но на перерыв «Водник» все равно ушел, ведя в два мяча. Пожилов забил, выйдя один на один. Вне игры судья не увидел и гол засчитал. В начале второго тайма команды обменялись голами и дальше игру вел «Водник». Забивает Дергаев, Анциферов, эффектным мячом отметился молодой Шершов. Я видел, что на меня трое пошло соперников. Получилось проскочить их, а там уже с вратарем кинул и удачно забил. Все просто, да? Да. В концовке соперники уколят друг друга в контратаках. У «Водника» свои имена на табло зажгут Иванов или Гошин, у «Хаваровчан» Артем Бондаренко. Итоговый счет 10-4. Архангельский «Водник» побеждает на своем льду серьезного соперника и ставит яркую точку в регулярной части чемпионата. Эта точка могла быть настоящим восклицательным знаком, если бы команда смогла занять первую строчку. Но основная борьба еще впереди. В плей-офф «Архангелогородцы» первыми встретятся с казанским «Акбарс Динамо». Михаил Меньшанин, Александр Кузнецов, «Регион-29». На этом пока все. Итоги дня в 19 ровно. Не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин